Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем с вами посмотрим примеры на обучение аудирования, обязательно разберемся это с вами и перейдем таким образом плавно к самим приемам развития навыков аудирования. Что можно такого дополнительно еще делать с нашими... с нашей начальной школой, с ребятами в начальной школе, чтобы у них все-таки лучше развивались навыки аудирования. Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, который представляет собой одновременное восприятие и понимание речи на слух и имеет свои цели, задачи, предметы, результатов. Умение – это, конечно же, сложное. Это нельзя назвать аудирование ни в коем случае простым умением. Почему оно сложное? Во-первых, потому что это умение, которое нельзя полностью автоматизировать. То есть есть очень большое количество факторов, которые могут не позволить человеку, тому, кто слушает, правильно понять текст. Факторы могут быть абсолютно разные. Мы их сегодня тоже с вами посмотрим и разберем. Но всегда может быть что-то такое, что заставит нас, если это человек, с которым мы разговариваем, переспросить. Даже на родном языке иногда люди говорят настолько и невнятно или, может быть, очень быстро, что нам хочется переспросить и еще раз услышать, что тебе сказали. Поэтому это умение, которое невозможно полностью автоматизировать, а можно его автоматизировать лишь частично, то есть на уровне узнавания. Панем, слов, грамматические конструкции. Это вот то, что у нас особенно важно в начальной школе. Основой внутреннего механизма аудирования являются следующие психические процессы. То есть так как этот процесс очень сложный, то и психических процессов, которые в него входят, тоже довольно-таки много. Это восприятие на слух. Понятно, что если бывают люди, кто вообще плохо воспринимает информацию на слух, им нужно обязательно эту информацию прочитать. То есть а кому-то еще и нужно не просто ее прочитать, но еще и записать самому. То есть кинестетикам нужно ее еще и записать, а визуалам нужно ее обязательно прочитать. А вот аудиалам очень хорошо, да, с аудированием. Им достаточно того, что они слышат эту информацию. Узнавание тоже, да, сложный механизм. Внимание. Да, это такой психический процесс, без которого аудирование у нас просто не сложится. Потому что если мы для выполнения какого-то задания слушаем с вами, да, с ребятами аудирование, они должны быть постоянно сосредоточены. Они должны быть внимательны и сконцентрироваться на том, что они сейчас слушают. И более того, всегда ориентироваться на задание. Зачем они слушают этот текст? Для чего? Да, то есть не хаотично просто прослушивать весь аудиотекст и пытаться понять абсолютно каждое-каждое слово в нем, да, а слушать текст с той целью, с которой он нам дается. Следующий психический процесс – это предвосхищение или вероятностное прогнозирование. Да, то есть действительно, когда мы что-то не до конца понимаем в аудиотексте, мы стараемся это додумать, да, то есть спрогнозировать, возможно, как будут дальше развиваться события. И это важно. Смысловая догадка. Да, когда мы вроде бы отдельные части аудиотекста понимаем, но вот все вместе, лучше это свести, да, додумав что-то, а потом уже прослушав второй раз аудирование и проверив свои подозрения. Сегментирование речевого потока и группировка, да, чтобы все то, что мы разложили, все наши кусочки аудио, восприятия этого аудио, сошлись воедино. Информативный анализ на основе вычленения единиц на словой информации. Завершающий синтез, который предполагает разного рода интерпретацию воспринимаемого сообщения. Да, это все те самые психические процессы, из которых складывается аудирование. Аудирование может выступать как цель и как средство. Здесь есть, конечно же, различия, да, когда мы с вами рассматриваем аудирование как цель обучения, то это те самые случаи, когда учащиеся воспринимают на слух связанное целое и через аудиотекст получают удержательную смысловую информацию. Да, то есть у нас основная цель – это научить их чему-то, да, на базе аудирования. Если мы рассматриваем аудирование как средство обучения, то это как раз тот случай, да, например, как ознакомление с материалом, с фонетическим, литическим, грамматическим материалом, с речевым материалом. То есть, когда мы заходим в класс и начинаем говорить по-английски, ребята уже занимаются аудированием, потому что они пытаются понять, что вы говорите, и в данном случае они вас слушают, и это выступает аудирование, когда они вас слушают, когда они слушают материал, который вы им преподносите, именно аудирование как средство обучения. В начальной школе, да, что у нас касается аудирования. На младшем этапе основное внимание уделяется развитию умения полностью понимать текст, основанный на знакомом материале. То есть тексты у нас сначала, как правило, на аудировании очень короткие, маленькие и всегда построены на знакомом материале. То есть мы таким образом, как бы, либо вводим какие-то, да, дополнительные эллиптические единицы, накладывая их, да, на знакомый материал, но это довольно редко. Чаще всего уже на полностью знакомом материале строится какой-то небольшой текст, рассказ, который нужно послушать и выполнить к нему какое-то задание. Но если все равно ребятам сложно, то, конечно же, можно немножечко работу упрощать. Для упрощения восприятия текста можем мы использовать зрительные опоры. Среди зрительных опор чаще всего это, конечно же, игрушки и картинки, но также можно использовать мини-ку и жесты. На этом же этапе формируется психологический механизм смыслового восприятия на слух и умение добиваться понимания вербальными средствами. То есть не зрительными опорами, да, не столько зрительными опорами, которые помогут именно понять, а это будут опоры, благодаря которым мы понимаем, что в этом тексте, который мы слушаем, о чем там идет речь. Это могут быть ключевые слова, это может быть план рассказа или истории того, что мы слушаем, план этого аудиотекста. Это могут быть таблицы, возможно, которые заполнены не до конца, и ориентируясь на то, что там уже заполнено, да, мы понимаем, что нам нужно услышать. Это может быть, да, какая-нибудь схема, тоже не до конца заполненная, или диаграмма, да, которую нам нужно заполнить, исходя из аудиотекста, который мы прослушаем. То есть это будут вербальные средства, которые мы можем тоже использовать для аудирования. Отработка информации как происходит, да, либо сверху вниз, либо снизу вверх. Если отработка идет снизу вверх, то мы понимаем, да, что это будет от чего-то очень частного к общему. Это будет абсолютно верно. То есть вот является основной, основой для понимания сообщений. Полученные все данные анализируются как последовательные уровни организации от звуков до текста. То есть звуки, слова, словосочетания, предложения, тексты, до того момента, пока мы не доходим до смысла того, что мы слушали. И отработка, да, снизу вверх выполняется, например, посредством заданий на да-нет, true-false, да, то есть самые такие простые типовые задания, которые мы можем только встретить. Если мы говорим про отработку сверху вниз, то здесь подход немножечко будет другой. То есть мы должны обязательно в таком случае использовать фоновые знания для понимания смысла сообщения. То есть, например, если мы в аудиотексте слышим break a leg, то мы должны подумать, что это не факт, что идет речь о том, что сломай ногу, да, нет. Это выражение, да, ни пуха ни пера. И речь-то здесь идет, допустим, об экзамене, да, или о будущем экзамене. Человек готовится, может быть, к экзамену, разговаривает с кем-то, не знаю, с родителями, да, утром перед экзаменами, и они желают, ну, ни пуха ни пера, но уж точно не сломать ногу, да. И у нас к этому заданию могут следовать, например, упражнения на true-false, да, где встретится, что сломал ли кто-то ногу, да. Если ты не понял, если у тебя нет этих фоновых знаний, ты не знаешь эту идиому, то выражение break a leg тебя смутит, и ты точно, скорее всего, ты выберешь неправильный вариант ответа. Отработка сверху вниз учит делать предложения, да, прогнозирование о событиях, реакциях, и проверять, правильные ли были они. При этом учащиеся учатся составлять в списке того, о чем говорилось или не говорилось в записи, да, на чтение списка ключевых слов и проверяя, какие из них упоминаются, какие не упоминаются в аудиотексте, который был ими прослушан. Есть несколько методов обучения аудированию, например, есть грамматико-переводной метод, то есть аудированию не учат намеренно в классе, никто не включает специальные какие-то упражнения, аудиотексты к ним упражнения, этого нет. Основная идея при изучении языка – это научиться читать литературу. И вот в процессе вот этого, да, грамматико-переводного метода у нас обучение аудированию, в принципе, вообще-то не сильно на нем застряется внимание. Есть прямой метод, то есть преподавание ведется на одном языке, в классе используются только английский в таком случае, да, преподается повседневная лексика, структуры, устное общение состоит из вопросов и ответов, и все, что нужно ввести новое, грамматический, лексический материал, все вводится устно. За счет того, что оно вводится устно, то есть аудирование используется здесь как средство обучения, да, у нас вот и получается, что ребята аудированию учатся. В грамматическом методе, да, основная идея – это анализировать язык по его компонентам и восстанавливать текст с пропусками, то есть учащиеся могут смотреть на такой текст во время прослушивания, да, то есть это будет соединено. Они должны понять, какое слово пропущено, исходя из прослушанной аудиозаписи, и поработать лексикой. Как правило, это будут задания. Да, то есть у нас такие задания действительно часто встречаются. Если мы говорим об аудиолингвальном методе, то здесь уже будут использоваться диалоги и упражнения на отработку. Как правило, учащиеся слушают внимательно аудиозапись, затем записывают свои собственные версии или же просто повторяют части задания. What is he reading? He is reading a book. What is she reading? She is reading a book. То есть здесь будет примитивно, но с точки зрения обучения почему бы нет. Основные принципы обучения аудирования. Смотрите, здесь их шесть, и они все-все-все-все-все абсолютно важны. Аудирование должно выступать в качестве одной из целей обучения. То есть не брать как цель обучения обучение аудированию, это будет неверно по отношению к тому, что мы потом хотим получить от наших учащихся на этапе завершения обучения на этой ступени. Обязательно обучение аудированию должно быть системным и, конечно же, регулярным. То есть мы на каждом уроке выполняем задания, связанные с аудированием, именно обучение аудированию как цель. Развитие трех видов аудирования должно быть у нас. Это и с пониманием основного содержания, и с выборочным пониманием, и с полным пониманием. Да, чаще всего все-таки в начальной школе мы затрагиваем аудирование с пониманием основного содержания, и с выборочным пониманием. Но с полным пониманием короткие тексты, построенные полностью на знакомом материале, они тоже могут встречаться. Из аудирования, как правило, всегда можно найти выход в говорение, в чтение, поэтому взаимосвязь с другими видами речевой деятельности неизбежна. По работе с заданиями по аудированию. У нас, как правило, всегда есть предтекстовые задания, то есть до прослушивания, задания во время прослушивания и задания после прослушивания. А также очень здорово будет, если у наших учащихся все-таки в домашнем задании тоже будут задания и на аудирование. То есть возможность самостоятельной работы с такими заданиями. Хотя бы еще раз прослушать текст и выполнить ему какое-то дополнительное задание, которое вы дадите. По трудностям. Чаще всего у ребят возникают именно те трудности, что перечислены здесь на слайде. В первую очередь, то, что им не хватает количества прослушиваний. Всегда ребята говорят, что всего два прослушивания – это мало. Да, конечно, если во время первого прослушивания сразу же стараться что-то записать, и таким образом не уделять достаточное внимание тому, что ты слушаешь, а сразу пытаться выстрелить какие-то кусочки слова из того, что ты слышишь, то первого прослушивания можно посчитать, что и не было. Да, потому что все свое внимание, которое должно быть направлено на понимание основного смысла того, о чем там идет речь в этом аудировании, в этом аудиотексте, было направлено на запись каких-то слов или предложений из него. Поэтому ребятам два раза повторения всегда и мало. Вторая трудность – это темп речи говорящего. Чем быстрее речь, чем темп выше, тем, конечно же, понимание будет хуже. А далее – это ограниченный словарный запас. Без этого тоже никуда. Если лексика у учащихся хромает, то на каком-то одном уроке они что-то пропустили, не усвоили, на другом, а потом они будут аудиотекст со всей этой лексикой, и они будут удивляться, почему они не понимают то, о чем говорит диктор. Они понимают они только потому, что у них словарный запас был здесь ограничен по определенным каким-то лексическим измитцам. Следующая трудность – это филистические трудности. То есть когда в аудиотексте встречаются, например, идиомы, разговорные клише, какие-то отклонения от языковых норм. В начальной школе это редко бывает. Но если посмотреть на обучение аудио-режиссии, то да, это довольно частый случай. Наличие посторонних шумовых помех. У нас, как правило, в аудиозаписях не используются какие-то дополнительные шумы, но, например, при выполнении олимпиадного задания вполне может такая аудиозапись встретиться. Да и в повседневной жизни у нас все-таки какие-то посторонние шумовые помехи, они имеют место дуть. Если мы где-то идем, допустим, по Лондону мы идем с вами с экскурсией, с детьми, им рассказывает экскурсовод, экскурсию на английском языке, а рядом будет небольшой какой-то ремонт проводиться, и будет дрель какая-нибудь шуметь, асфальт там будет, допустим, что-то с ним делать, то этот шум будет мешать восприятию экскурсии на английском языке. И, кстати, не только у детей, но и у взрослых тоже. Потому что это дополнительная трудность для восприятия нами иностранного языка, потому что мы не native speakers. Следующая трудность – это необходимость одновременной отработки, обработки и распознавания информации. То есть, когда мы воспринимаем аудиотекст, мы тут же должны его пропустить через себя, понять и распознать ту информацию, которая нам нужна для выполнения задания. Потому что, как правило, мы любой аудиотекст слушаем с какой-то целью. Следующая трудность – это недостаточность фоновых знаний. То есть, это тот пример, что я, например, говорила с идиомой. Если учащиеся этого не знают, то они могут понять. Если им встретился какой-то текст, допустим, о какой-то достопримечательности или о чем-то, что они могут не знать, то это тоже будет для них сложно. И последняя трудность при аудировании – это акценты. Поэтому, чем большее количество дикторов они слушают, и, допустим, вас они могут слушать, вы как учителем что-то читаете, на аудиозаписи к учебнику другой будет, соответственно, диктор. Кто-то что-то читает, может быть, несколько дикторов. Просите иногда коллег что-нибудь вам на аудиозапись начитать, если вам вдруг нужно что-то прочитать. Иногда меняйте, не все сами слушайте читайте. Просите с коллегой поменять, если вы не читаете для ее подгруппы, она начитает текст для вашей подгруппы. Таким образом, они послушают еще другого человека. Другой будет темп речи, другой будет немножечко акцент, другой чуть-чуть произношение. Это нормально, ребята как раз смогут таким образом лучше воспринимать аудиотексты. Я вижу, что в чате пишут коллеги, сейчас еще раз посмотрю, раскрою чат, про погромче. Коллеги, на микрофон стоит уже вот, чтобы он в кадр не попадал, он стоит очень-очень близко. Я посмотрела, у меня звук стоит на максимальной мощности. Напишите, пожалуйста, другие еще коллеги, у вас тоже какие-то проблемы со звуком, или у вас со звуком все хорошо. Так, да, не громко, окей, звук нормальный. Так, вот мне одним пишут, что звук нормальный, что все хорошо. Значит, у меня здесь с настройками точно все отлично. Да, коллеги, у кого тихо, вы либо попробуйте обновить страничку, может быть, это что-то с интернетом у вас, хотя я вроде бы смотрю, что те, кто писали, что тихо, у вас с интернетом все хорошо. Все прекрасно. И либо попробуйте ползунок звука, на всякий случай, проверьте его прямо на, вот здесь, вот в этом углу экранчика, где я отображаюсь на видеозаписи, у вас есть такие точечки. Если вы на эти точечки кликните, смотрите, количество увеличивается, когда я громче говорю. Вот это звук. Поэтому, когда вы туда кликните, у вас будет шкала со звуком. Увеличьте себе там звук еще больше, если у вас не 100% стоит. Может быть, будет еще слышнее. Не, громче я говорить не стала, что вы. У меня сегодня третий вебинар, если я сегодня еще громче под вечером говорить, то я совсем охрена. По трудностям в аудировании мы с вами поговорили. Теперь мы с вами посмотрим на виды аудирования еще раз, чтобы мы могли уже перейти с вами плавно к примерам. Мы будем смотреть примеры в основном на аудирование с пониманием основного содержания и на аудирование с выборочным пониманием содержания. Но мы помним, что есть и такой вид аудирования, как аудирование с полным пониманием содержания. На что же направлено это аудирование в начальной школе? На развитие фономатического восприятия. Мы сейчас такие примеры посмотрим. На работу с интонацией, на обучение концентрации, на развитие артикуляции, обучение распознаванию схожего, обучение аудированию с пониманием основного содержания, пониманием запрашиваемой информации, на мотивирование учащихся, конечно же, и прослушивание в контексте, то есть учитывая опережающие механизмы и схемы. Первый пример у нас из happyenglish.ru для второго класса, он как раз этот пример на развитие фонетического восприятия. Смотрите, пожалуйста. Послушай Фьюга и отметь в рабочей тетради, какое из предложений в паре он произнес. То есть наша здесь задача – это просто услышать среди двух из двух напечатанных в книге предложений, какое нам предложение было озвучено – A или B. То есть здесь на самом деле задание кажется совсем простым, но оно нам кажется простым, да, второклассникам оно просто не покажется, потому что оно направлено на развитие панематического восприятия. Но мы здесь просто тренируемся, да, это самые такие еще азы. Здесь пример из happyenglish.ru до четвертого класса. Он уже немножечко на другое направлено. Смотрите, мы не выбираем что-то среди чего-то, да. Мы сначала выполнили задание, мы пытаемся догадаться, кто из одноклассников Ани на левой стороне страницы, да, вы их видите, и что рассказал, потому что дальше идут просто шесть текстов о еде. Да, здесь шесть ребят как раз есть, они все из разных стран, поэтому они рассказывали о разных блюдах. Но мы видим, что в аудиозаписи как раз, да, в пятом упражнении нам нужно послушать, что говорят новые друзья Ани и проверить свои ответы. То есть мы проверяем выполнение задания за счет аудирования. И если у нас что-то было неправильно сделано, исходя из чтения, да, то есть из упражнения номер 4, мы можем это исправить на моменте, когда мы слушаем уже аудирование, упражнение номер 5. При работе над интонацией, да, у нас есть примеры дни для второго класса, задание listen and say. Да, здесь в принципе не объяснять особо, да, ничего. У нас действительно есть рифмовка. В рифмовке нам даются в данном случае лексические единицы. Это счет, да, цифры от 1 до 10. Да, здесь есть также глаголы, они все нарисованы в картинках. То есть нам дается сразу много опор для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь в данной рифмовке. Для прослушивания это все очень, да, полезно. А при развитии артикуляции без аудирования тоже не обходится. Ворон Седрик объясняет нашей девочке Ане, как правильно произносить звуки. У него таких уроков Ворона очень много в книге. Самое главное, что здесь у нас есть аудиоприложение, да, и в нем нам нужно кликнуть и послушать, как произносится звук, повторить звук за Седриком, самим попробовать произнести этот звук, да, а также, да, попробовать выполнять некоторые другие упражнения, как на странице 11, например, упражнение 4, послушать Седрика и отметь галочкой в рабочей тетради, в каких словах прозвучал звук «н». Да, то есть задания разнообразные. Как просто что-то послушать и повторить, так и опять, вот, да, на развитии фономатического слуха, то есть услышать что-то определенное в аудиотексте, выбрать это и отметить как-то. На развитии артикуляции мы здесь должны Ане помочь правильно прочитать заклинания, затем послушать Седрика и произнести заклинания за ним. Да, например, у нас на обучение аудированию с пониманием основного содержания, это из happyenglish.ru для третьего класса, послушай Седрика и произнеси заклинания за ним. Да, по дороге волшебная палочка учит Аню произносить слова и выражения, которые помогут ей, могут ей пригодиться. Послушай их и повтори за палочкой. Да, то есть мы готовимся к тому, что мы будем сейчас слушать текст. Текст мы слушаем, и он как раз про животных. Не просто так, у нас есть определенные политические единицы в упражнении номер 3. При прослушивании аудиотекста к упражнению номер 4 мы просим ребят книжку закрыть, потому что чтобы аудио у нас было без опоры. Они слушают тексты. Эти тексты даны далее в упражнении номер 5, но они их не видят, это очень удобно. Им и не нужно их видеть, потому что их задача – это ответить на вопрос, с какими животными поговорила Аня. А если они посмотрят на картинки, то они сразу же вам скажут, что это были манки, кто там еще лайн, элефонт и пингвин. Когда это будет совсем не аудирование, это больше сразу же будет чтение, то есть они таким образом у вас задание пропустят. А если вы просите закрыть учебники, и сначала ответить на вопрос по аудиотексту, а потом уже перейти к самому упражнению, это будет правильно. Здесь тоже пример на обучение аудированию с пониманием основного содержания. То есть они должны у нас прочитать стихотворение, послушать и прочитать стихотворение, ответить на вопрос, как ты думаешь, какая в нем главная мысль. То есть несложный вроде бы вопрос, но для этого нужно сначала стихотворение послушать. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Робинзон по-прежнему находится в Африке. Послушай разговор Робинзона и обезьянки и отметь буквы R, что любит есть и пить Робинзон, и буквы M, что любит обезьянка. Несложное задание, да, они выполняют это в рабочей тетради на основе прослушивания аудиотекста. То есть они ищут определенную информацию, и стараются из аудиотекста взять только ее, не отвлекаясь ни на что иное. Здесь у нас обучение аудирования с пониманием запрашиваемой информации, потому что мы должны look, listen and name the places, то есть именно эти места, которые были перечислены, именно их назвать по итогам прослушенного текста. Здесь нам в задании нужно найти музей, потом найти bus station и найти circus. То есть все это тоже нужно сделать по тому, что мы слушаем на аудиозаписи. Мотивирование учащихся, как правило, происходит через песни, через рассказы, через творческие задания, которые предполагают аудирование, а также через игры, тоже которые связаны с аудированием, как, например, на этом примере из милы для второго класса. Это урок у нас самый первый, он называется hello, поэтому небольшое дается такое, да, вводное упражнение, listen, look and say, оно все связано с hello, да, все здороваются. Милли 5 представляется, hello, I'm Milly. И во втором задании у нас есть как раз игра. Нужно поздороваться, да, одноклассник здоровается с тем, кто стоит у доски, говорит ему hello, а тот, кто стоял спиной, должен повернуться и сказать, угадать, кто сейчас это сказал. Вот мальчик здесь на картинке, для примера, который я там, да, не угадал в этой игре, кто с ним здоровался. Здесь на примере они слушают чант, да, потом они этот чант сами, конечно же, должны прочитать, но на основе прослушанного чанта они, опять же, играют, да, третье упражнение read and play. Может быть, такой вариант аудирования, как в миле для второго класса, это upside down world, то есть upside down story, который они слушают, да, но пока что не читают. Вот, здесь можно не закрывать учебник, потому что вся история перевернута вверх ногами, это не я ее перевернула, она так в учебнике дана, и она выступает опорой лишь по картинкам, которые там даны, то есть не просите, ребят, переворачивать учебник, пока вы слушаете аудиозапись. Вот когда они уже послушают аудиозапись, выполнят задание, тогда да, конечно же, можно попросить перевернуть учебник и уже проверить себя, были ли они правы. Вот такой вот upside down world. Здесь весь разворот практически посвящен аудированию, кроме одного задания, посмотрите. В первом задании нам нужно look, listen and say, who's listening to the scary music? Во втором задании мы уже слушаем the girl's song, так и должны соотнести картинки с словами. И в четвертом задании мы делаем listen and play the game, то есть у нас от ответа на вопрос, то есть аудирование с пониманием основного содержания, до аудирования с запрашиваемой информацией, это второе задание. И listen and play the game, это как раз мотивирование учащихся, когда мы соотносим аудирование и какое-то дополнительное еще действие, например, игру. Стихотворение на английском, очень ребята любят слушать, все-таки стихотворная речь воспринимается легче, запоминается легче. Здесь еще есть стихотворение про маму. Как правило, какие же упражнения могут использоваться на все три вида аудирования, которые мы с вами посмотрели. С пониманием основной идеи, как правило, это будут формулировки listen and tell what the problem was или what the problem is. С пониманием запрашиваем информации listen and fill in the gaps, or listen and complete the sentences, or listen and fill in the table, listen and correct the information, то есть все, что угодно, что нужно сделать при прослушивании аудирования. То есть нужно вычленить что-то из аудиотекста для выполнения задания. Если мы говорим об аудировании с полным пониманием, то это extra information, которая нам будет у нас запрашиваться по итогам прослушивания аудиотекста. Listen and tell what you think about, и дальше, соответственно, о чем говорилось в тексте, идет в задании этот вопрос. Давайте рассмотрим некоторые приемы обучения аудированию для начальной школы, которыми можно дополнять, например, аудиотексты, с которыми вы работаете на уроке. Первый прием, самый простой, это соединение аудиотекста и печатного текста. Не всегда у нас даются опоры в виде текста в учебнике. Как правило, иногда в некоторых учебниках у нас дается, например, само задание, а аудиотекст, скрипт к нему в книгу не помещается. Он есть, допустим, в книге для учителя у вас, но ребята его не видят. Можно дополнить это задание и с ребятами поработать еще и с печатным текстом. То есть они должны послушать сначала аудио без печатного текста, затем посмотреть на печатную версию прослушанного текста, прослушать аудио, одновременно следя за текстом по печатной версии, еще раз проверить себя, что они все правильно поняли в этой аудиозаписи. Затем они опять убирают печатный текст и снова уже слушают аудиозапись без опоры на текст и после этого выполняют какое-нибудь одно из заданий. А можно с ребятами использовать прием Story Dictation, то есть он очень простой. И здесь основная мысль в том, что это похоже на изложение, но больше не изложение, а все-таки диктант. Учитель рассказывает короткую историю, а учащийся ее записывает. В данном случае лучше было бы все-таки, если бы история была начитана не вашим голосом, потому что вы и так ведете урок, вас ребята слушают постоянно. Хорошо, если вам аудио не читает коллега, тогда учащиеся не привыкнут только к вашему тембру голоса, к темпу речи, к акценту, они смогут все-таки как-то варьироваться. Следующий прием это narration. Мы работаем таким образом. Учащиеся слушают короткий аудиотекст первый раз. После первого прослушивания они составляют список того, что услышали в тексте, все выписывают, вот все, что услышали, какие-то слова, которые узнали, фразы, словосочетания, имена героев, название города, название месяца, какую-нибудь дату, числительное какое-то они услышали. Все-все-все, что они смогли после первого прослушивания в голове удержать и записать себе это на листочек. Прослушали первый раз, записали, слушаем текст повторно. И во время второго прослушивания, не дожидаясь конца, конечно же, прослушивания, во время второго прослушивания, мы уже можем работать с чем-то еще, например, писать. Мы дополняем эти списки. То есть проверяем и дополняем. Если вдруг нам послышали, что там было слово December, а на самом деле там было, допустим, October. Сложно, конечно, перепутать, но все равно, допустим. Неправильно записали себе где-нибудь там месяц. Исправляем. Не услышали до этого какую-то дату более подробно, число, числительное, которое было перед этим October. А здесь услышали после второго прослушивания, дописываем себе. Что делали вдруг герои? У вас после первого прослушивания ребята написали, что там был вот такой герой, такой герой и какое-нибудь название города. А потом выяснили, что они в этот город поехали. Еще один глагол услышали, и у тебя уже складывается больше впечатлений и понимания о том, что ты прослушал. Соответственно, уже после второго прослушивания они могут либо, первый вариант, выход в письмо, кратко написать, о чем был прослушанный текст, не пытаясь полностью его повторить. Не пытаясь, конечно же, изложить его один в один, как вот раньше делали на уроках русского языка или на уроках литературы, я не помню, где мы это делали. Когда вам учитель начитывает текст, даются тетради, и нужно было изложение, правильно так и называлось, нужно было максимально слово изложить к тому, что вот прочитал сейчас в изложении учитель. Это не тот случай. Аудирование в данном случае проверяется у нас по-другому, потому что у нас второй язык, не родной нам язык. Мы от ребят спрашиваем только, о чем был прослушанный текст. На основе ключевых слов, фраз, которые не смогли выписать. Вот и все. Это вроде бы не сложно, но, поверьте, для начальной школы этот прием очень будет полезен. Можно не делать выход в письмо, если им сложно будет записывать, что они услышали, потому что они, скорее всего, точно наделают ошибок. Если вы этого всего хотите избежать, то у них просто спросите. На основе вот этих своих заметок, в которых они имеют право ошибаться, все имеют право на ошибку. О чем же все-таки был текст? Что там были за герои? Куда они поехали? Может быть, какие-то вопросы им зададите. Главное, чтобы они ориентировались по своим записям, вот по этому норрешнему. Дополнительные задания можно брать к тем, к тому аудированию, которое уже есть в учебнике. Например, вы прослушали какой-нибудь текст, нашли, отметили что-то в рабочей тетради по этому тексту, и вам кажется, что мало этого задания, хочется еще использовать этот аудиотекст по назначению. А можно попросить ребят послушать текст и постараться услышать в нем. Дветочие. И вот что вы выберете из этого текста, то и просите. Например, три числительных, два имени, четыре глагола. То есть вы выбираете то, что есть в этом тексте. Не берете у меня со слайда примеры к любому аудиотексту своему, добавляете это задание, а сначала слушайте сами, смотрите скрипт. В аудиотексты видите, так, у меня в скрипте к аудио есть, допустим, действительно три числительных. Вот надо, пускай они напишут три числительных. Там два героя, два имени. Есть имена перечисленные, два имени. И название города, название одного города. Вот так и пишите здесь, название одного города. Они должны уже это все услышать и записать. Или же можно ребятам раздать печатный текст с пропусками, а они заполняют эти пропуски после прослушивания аудиотекста. Тогда можно соединить этот прием с первым, который мы с вами смотрели, это на соединение аудио и печатного текста. То есть печатный текст просто будет с пропусками. На самом деле это очень схожее задание. Можно использовать прием скетчинг. Все ребята любят рисовать, а в начальной школе они любят рисовать особенно сильно. Поэтому стоит это использовать, потому что это мотивирует. Мы просим ребят нарисовать, что ты слышишь в этом тексте и в этой истории. Им дается лист. На нем ровно один в один задание, как сейчас у меня здесь написано на слайде. Есть окошко, где можно нарисовать, о чем история, которую ты сейчас слушаешь. И есть несколько строк, в которых нужно словами, буквально одно-два предложения, написать, о чем рассказывалось в истории. Вроде бы не сложно, но сначала ребята не поймут, что такое скетчинг. А скетчинг у нас здесь подразумевает, что это схематичные быстрые рисунки. То есть если мы слышим, что в аудиотексте идет речь про какие-то cars, про машины, задумываться долго, так, какие машины, чтобы не нарисовать, грузовик нарисовать, лимузин нарисовать, ни в коем случае нельзя. Машина – это два кружочка и сверху прямоугольничек. Такая вот абсолютно самая простая версия рисунка. Если речь идет про каких-то людей, значит рисуем человечек. Палка-палка, огуречек, получился человечек. Зачем нам это нужно? Затем, чтобы они максимально быстро в рисунке смогли изложить действия, которые происходят на аудио, которые они слышат, не записывая его пока словами, а потом уже отвечая на вопрос, о чем рассказывалось в истории, смотря на свой скетч, они смогут это перевести в слова. Допустим, при втором прослушивании. Благодаря вот именно скетчингу они смогут у вас даже больше запомнить, чем при составлении списков слов, то есть ключевых, так сказать, слов, после прослушивания. Слова, когда ты пытаешься все, что ты понял даже и услышал, вспомнить, как это пишется, это уже отнимает время. А вот эти скетчи быстрые, если там что-то про животных, схематично кошку нарисовал быстро, схематично там, только мордочку от собачки, например, нарисовал. То есть это будут набросок. Ну вот да, именно наброски. Вот благодаря этим наброскам, они не прорисовывают это все, но поверьте, сказать ребятам, что это наброски и дать им даже просто, если один карандаш в руку, пускай даже самый простой карандаш, не цветной, это будет художество на полурока. Их нужно все-таки ограничиваясь, не разрешать им как-то там все это прорисовывать. Вот прям все только схематично, максимально такие простые наброски. Это будет работать. Чисто, да, абсолютно верно. Опорные, только опорные. То есть если что-то там рассказывается, я говорю про какого-нибудь человечка, ну действительно, палка-палка огуречек, просто либо мордочки можно какие-то рисовать. Если это радость, счастье, радостный смайлик, кто-то там был happy, радостный смайлик просто рисуем, если, допустим, у нас там человек был счастлив, просто лицо, руки, и что у него радостный смайлик, он happy. Грустный, значит грустный смайлик. Кто-то расстроился, значит, плески где-то там рисуем. Так, чтобы потом ты сам по своему скетчу смог интерпретировать то, что ты сейчас услышал. Поверьте, для, кстати, открытого урока очень хорошо это будет работать. Так можно любое аудирование провести, даже выполнив одно задание, допустим, по учебнику, а второе какое-нибудь задание интерпретировав все-таки в скетчинге. Следующий прием, он такой более объемный здесь расписан, но его смысл основной это сломанный телефончик игра. Что мы делаем? По всему кабинету, до начала урока, чтобы ребята не то что не видели, они у вас, эти карточки, в принципе, могут хоть каждый урок видеть, который вы будете прятать, или эти игрушки, если у вас в кабинете есть игрушки, то они у вас их могут всегда видеть, но они не будут знать, что эти игрушки у вас именно для игры запланированы здесь. Вы спрятали игрушки или карточки по кабинету, так, чтобы вы могли описать, где эта игрушка находится, учитывая лексику, которую ребята у вас на этот момент уже знают. Дальше мы делим учащихся на группы по 3-4 человека. Лучше больше не надо, потому что цепочка будет слишком длинная из ребят, и до последнего, и скорее всего, информация вообще не дойдет. На столе, в стопочке, мы раскладываем карточки. Количество стопок из карточек должно соответствовать количеству групп, то есть у каждой группы своя стопка с карточкой. Соответственно, количество карточек должно соответствовать количеству учеников, которые у вас есть, чтобы никто не оказался обделенным. На карточках, в этих стопках, которые у вас лежат, написаны инструкции, где спрятана игрушка или где спрятана карточка. Допустим, карточка со слоном лежит на второй полке в шкафу. Все, да, вот это написано у нас на английском языке, естественно, на карточке. Учащиеся работают в группе по цепочке. Все они распределяют, сколько начнет, кто будет пока последним. Первый учащийся берет из стопки своей группы верхнюю карточку, смотрит на инструкцию, никому не показывает, прочитал. И дальше его задача передать эту инструкцию следующему. Карточку он не отдает. Прошептал следующему, так, чтобы не слышал третий человек. Второй поворачивается к третьему, шепчет ему, и третий, например, поворачивается к четвертому, если у вас группа из четырех человек. Последний, четвертый, замыкающийся человек в цепочке должен понять, что же ему сказали, то есть аудирование будет здесь выступать именно когда больше, как средство даже, да, хотя мы будем сейчас считывать, что мы их обучаем в данном случае аудированию. И он должен пойти, найти игрушку, где-то в кабинете или карточку, что там было спрятано, согласно инструкции, которая до него дошла. Чем лучше ребята будут передавать, четче произнося друг другу слова в инструкции, да, и все-таки соблюдая то, что ему сказали, тем лучше последний поймет, где это спрятано и быстрее найдет. Далее, после того, как он все нашел, он принес этот предмет, положил, да, игрушку положил, карточку принес, тоже положил, то есть того, что там было спрятано. И он, последний, который ходил за, за карточкой или игрушкой, становится первым игроком в данной цепочке. То есть все смещаются просто. Он становится первым, вытаскивает, все заново вытаскивает карточку, читает, что ему выпало, понимает, где это спрятано, передает эти слова следующему и так далее по цепочке. Последний идет, ищет эту игрушку. Та группа, которая быстрее найдет все спрятанные предметы, победила. Я думаю, что и победила дружба, здесь тоже можно, конечно, организовать, но соревновательный момент в данном случае будет играть вам на руку. Они будут стараться быстрее передать информацию, соответственно, будут хуже, конечно же, произносить предложение, и последний человек будет не понимать, где ему искать эту игрушку. То есть, таким образом, все-таки, это будет казаться, что, ой, это там так быстро, ну что такое, прочитал четвертому передать, да это быстро, не быстро. Здесь минимум у вас минут так 15 уйдет на эту игру. Но если у вас урок посвящен обучению аудированию, то почему бы еще и не совместить это вот с такой подвижной игрой, особенно, когда у вас ребята в начальной школе уже устали сидеть и работать за учебником, вы вот это упражнение на аудирование превращаете в такую вот игру. Вот у нас мой сломанный телефончик. Следующий прием, это прием инструкции. Мы должны, мы можем провести, во-первых, использовать этот прием в двух версиях. Первая версия посложнее, вторая версия попроще. Первая версия, раздаем чистые листы бумаги, либо открываем в тетради, если вы можете их использовать для этого. И даем учащимся устные инструкции, что нужно написать или нарисовать. У меня здесь пропущено слово написать. Не только нарисовать, но и написать. Например, draw the letter W in the center of the circle. Нет у нас этого circle. Его нужно нарисовать. Там можно давать более четкие трубы. Draw a circle. Нарисовали. Draw the letter W in the center of the circle. Написали W в центре. Draw a cat on the top of the paper. Наверху странички котика надо рисовать. Write the letter A on the left. Допустим, on the left from the cat. Например, нарисовали. И так далее. Различные инструкции даем. Что-то может быть under, above, on the left, on the right. То есть, когда они у вас все это уже знают, выучили, прекрасно можно это использовать в аудировании. Прошли все предлоги или те, что уже сейчас изучили, используйте. Вот для третьего, для четвертого класса очень хорошо такой прием подойдет. Но он, я сказала, посложнее. Потому что можно сделать его немножечко попроще. Это тоже будут инструкции, но упрощенный вариант. Раздаем листы с картинками. Картинки черно-белые именно для раскрашивания. То есть, это могут быть просто какие-то раскраски, связанные с разными, в принципе, темами. Да, интересно, когда проходим цвета, но не только на цвета можно сделать здесь упор. Мы можем давать инструкции, что и каким цветом раскрасить, но представьте, сравните, раскрашивать просто картинку с одним котиком, допустим, у которого левую лапку нужно сделать, допустим, черный, правую лапку оставить белой, а там, не знаю, на мордочке наоборот, раскрасить левую сторону мордочки черной, а правую, например, оставить белой, чтобы такой котик смешной получился. Это просто. А вот если у нас этих котиков на картинке три, то начинается котика посередине раскрастье коричневым, лапку у котика, которая находится слева от этого котика, раскрастье черным, например, на котиках не очень хороший, цветов их мало будет, котика справа от центрального котика раскрастье еще каким-нибудь цветом что-то, коричневым, допустим. То есть вариаций может быть такое количество на котиках плохой пример. Вот с людьми, можно на картинке у трех рядом стоящих людей разным цветом раскрашивать какие-то вещи, одежду. Одежда будет на всех, когда надеты куртки, но нужно именно определенную куртку, определенного стоящего где-то человека раскрасить правильно. И если учащийся у вас отвлекся, он не поймет у какого человека что нужно как раскрашивать. То есть здесь даже дело не в том, что он цвет может не понять. Можно это уже брать задание, когда они цвета давно-давно выучили в втором классе, они все цвета у вас выучили. Да, вот Дмитрий пишет про пронумерованные уже картинки, я просто, извините, молчу, читала чат. Да, только это будет задание не на аудирование. Можно воспользоваться такой заготовкой, если она у вас как-то там пронумерована. Но это будут подсказки для ребят, они увидят, что если видеоцифра 2, например, если вы с подсказкой работаете, у вас есть нумерация, чему соответствует, и вы говорите, что и каким цветом раскрасить, но они в какой-то момент поймут, что цифра 2, например, это везде белый, цифра 1, это везде красный и так далее. То есть они перестанут вас слушать. А вот если ничто нигде не пронумерованное, только вы сами себе, заготовив инструкцию, ее даете, никогда не сочиняйтесь головы, вы потом это не сможете проверить. Либо держите перед собой раскрашенную версию и четко давать инструкции. Но никто не идеален, поэтому даже смотря на оригинал картинки раскрашенной, вы можете случайно дать не ту вводную инструкцию, ребята раскрасят так, как вы сказали, а вы будете сравнивать со своим эталоном. Поэтому имейте напечатанную себе и написанную другим инструкцию того, что вы будете им говорить. Конспект урока никто не отменялся. Но вот такой прием, когда они слушают вашу речь, или можно попросить коллегу начитать все эти инструкции, просто по одному предложению ребятам включать, чтобы они только в паузах раскрашивали что-то там. Это можно вполне быстро вести в жизнь. Подводя итоги, что же важно при обучении аудирования в начальной школе? Менять спикера, менять диктора. Это важно. Поэтому мы используем дополнительные пособия. В дополнительных пособиях у нас всегда, как правило, всегда разные дикторы. И это делается нам специально, чтобы мы могли ребят приучить к любому темпу речи, к любому акценту. Это правильно. Хорошо менять задание. То есть не всегда делать задание только на true-false, не только на да-нет, где-нибудь то, ясно его отметить. Или только задание послушаясь версии с правильным ответом. Они тогда привыкнут, что аудирование это только такой вид заданий и не поймут, что на аудировании оказывается может быть большая вариация различных упражнений. Важно менять тип материалы, которые они слушают. Следите просто за тем, чтобы это не всегда были только диалоги, не всегда это были просто какие-то рассказы. Чтобы это были новости, чтобы это были диалог, например, на улице, телефонный разговор, песни, стихотворения, отрывок из сказки. Они все читаются, немножечко начитываются по-разному. Новости читаются в одном темпе, с одной интонации. Отрывки из сказки будет читаться диктором в другом темпе, с другой интонацией. И ребята смогут понять разницу, когда они это слушают. Более того, все-таки понимаешь, как начинается сказка и где в этой сказке будет правильный ответ. Once upon a time кто там жил, где я жил и дальше будет, что с ним произошло, в конце сказки итог, вывод, что случилось, подведение итога. И когда они уже начинают слушать и понимать, что так, а это-то сказка. Так, у меня там в задании спрашивается, кто главный герой. Слушаю внимательно самое начало. В вопросе у меня спрашивается, чем же закончилась сказка. Все, начало можно уже сильно не вслушиваться, но очень внимательно слушаю конец. И так далее. То есть от типа материала для прослушивания тоже многое зависит. И, конечно же, если это ваша возможность, когда есть такая возможность подбирать материал, то подбирайте материал, который ребятам интересен. Для проведения вот таких игр, если вы хотите провести игру, как сломанный телефончик, выберите то, что действительно будет интересно искать. Например, какие-то забавные карточки спрячьте. Прячьте их как-то так, чтобы ребятам было действительно весело поискать. Какой-то там подоконник определенный посчитайте. За левой занавеской на подоконнике, за правой занавеской на подоконнике, во втором ящике стола и так далее. То есть, чтобы ребят это больше мотивировало. Если они будут знать, что аудирование это не всегда скучно, и когда просто что-то тебе включают, а ты это вынужден слушать, они привыкнут к тому, что это нормально, когда тебя включают какой-то текст и просят что-то с ним сделать, выполнить по нему какое-то задание. Здесь у нас на последнем слайде ссылочки на наш интернет-магазин, на нас в соцсетях. Я сейчас сделаю буквально пару объявлений, подготовлю вам код для сертификата и код дам в чат. Если вы вдруг еще не видели, то у нас во Вконтакте в группе титула, издательство титула, называется группа, можно найти ее по поиску, просто в поиске Вконтакте издательство титул, или даже просто титул, мы выскочим уже. Проводится сейчас два конкурса. Завтра уже у нас подводятся итоги конкурса репостов, где можно выиграть книжку из разъема художественная литература. Это завтра уже подведение итогов конкурса репостов, так что, если вы не участвовали, но вы есть у нас в группе Вконтакте, может, просто вы попустили эту новость, то сходите, сделайте себе репост, уже завтра узнаете, вдруг вы выиграете. И также у нас там еще проводится творческий конкурс, связанный тоже там приз художественной литературы, это любая причем книга из раздела электронной художественной книги в нашем интернет-магазине. Посмотрите, можно выбрать любую электронную художественную книгу, если вы выиграете. Нужно написать пять причин, почему я читаю электронные книги. Почему вы читаете электронные книги. Перечислите их там, там три разных вариации призов, и мы выберем от издательства самые лучшие комментарии, с самыми лучшими пяти причинами. И у кого будет больше всего лайков на комментарии, тоже у нас там есть приз для этого человека. И плюс тем, кто просто поделится записью, то есть как конкурс репостов это сделает, и среди них тоже разыграем книжку. Это первое, что я хотела сказать. Второе объявление. У нас, посмотрите, уже вышло новое объявление о семинаре. 30 ноября состоится у нас семинар в городе Москва. Так что те, кто вдруг не смогли у нас поприсутствовать вчера на семинаре, вы можете присутствовать на семинаре 30 ноября. У нас будут два спикера, это Петр Степичев и иностранный у нас будет спикер, это Рон Малейн. Так что если вы хотите поучаствовать в их лекциях, то у нас уже подкрыта продажа билетов на 30 ноября на семинар. В конце семинара, как и вчера, тем, кто был у нас на семинаре, 26 сентября до этого были, выдают удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. И послушать такие очень будут практические выступления, действительно такие инновационные технологии будут рассказываться, да и послушать иностранного спикера на английском языке, когда еще на эти спикеры нам выступят. Это очень здорово. Задать свои вопросы, конечно же, в перерыве, все это будет возможно. И последнее, что я бы хотела показать, это небольшой короткий ролик, буквально полторы минуты, дополнительное повышение квалификации выше школы экономики. Давайте мы с вами посмотрим, а я тем временем опубликую код для сертификации в чате. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рязанова Ирина Витальевна. Я заместитель руководителя Департамента иностранных языков Высшей школы экономики. И сегодня мне хотелось рассказать вам о нашем курсе повышении квалификации, посвященном технологии дебата. Мы живем во времена инновации и постоянного глобального развития. Все это диктует абсолютно новые требования к современным выпускникам и, безусловно, к методикам образовательным, которые мы, педагоги, применяем на занятиях. Умение учиться, готовность к переменам, способность работать в нестандартных условиях, навыки применения креативного и критического мышления. Вот то, что требуется от современного выпускника, а в дальнейшем и профессионала. Каким образом готовить нам, педагогам, учеников? К чему их готовить? Ведь по статистике 65% современных выпускников, студентов, школьников будут работать в предметных областях и профессиональных областях, которые на данный момент только формируются и развиваются. На смену уже традиционным навыкам, умению читать, писать, применять иностранный язык для общения, приходят навыки новой парадигмы образования, а именно 4К-навыки. Это критическое и креативное мышление, это умение эффективно строить коммуникацию и, конечно же, командная работа. Каким образом педагогическая технология дебаты и ее применение на занятиях во внеурочное время может помочь нам развивать 4К-навыки? Как эффективно строить линию аргументации и выступать в противовес мнению команды противника? Как опровергнуть и строить контраргументацию? Как строить командную работу и эффективно взаимодействовать при разработке кейса? Обо всем этом и о многом другом вы найдете ответы в рамках нашего курса повышения квалификации посвященного технологии дебаты. Вот такой вот небольшой ролик. Если вас заинтересует этот курс, то вы знаете, что можно его найти на сайте Высшей школы экономики. Вот как раз Ира Аверин пишет, что про дебаты это очень важная тема. Если вам такой курс повышения квалификации будет нужен, вы просто знаете, что он есть у Вышки, у Высшей школы экономики. Коллеги, код для сертификата в чате. Вопросов я пока никаких в чате не вижу по теме вебинара. Как получить напечатанный сертификат? Буквально в три шага я думаю, что вы это знаете. Можно вопрос пишите. Чтобы получить напечатанный сертификат, вам достаточно получить электронный сначала сертификат и выслать его нам с просьбой выслать вам печатный сертификат и вам нужно написать, на какой почтовый адрес вам этот сертификат нужно будет доставить. Потому что этот сертификат с настоящей печатью, с подписью, с индивидуальным номером, с указанием нашей лицензии на ведение образовательной деятельности. То есть все серьезно. Стоит такой сертификат, печатный 150 рублей. И эту заявку вы можете отправить на connect.sobako.english.ru В свободном доступе в интернете. Нет. Я надеюсь, что нет нашего пособия в свободном доступе в интернете. Потому что все пособия должны быть приобретены. Обратите внимание, во всех книгах, даже в электронных книгах многих авторов зарубежных, всегда, когда вы покупаете эту электронную книгу, я часто пользуюсь одним интернет-магазином, именно книг, приобретаю для чтения исключительно в электронном виде, там всегда первая страница написана, что если вы эту книгу купили и хотите своему другу подарить эту книгу, то купите ему новую книгу. Не давайте ему свой экземпляр. Хотя она вроде бы электронная. Что такого? Просто переслать этот пайл своему другу. Но автор писал это для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому все книги, они должны, конечно же, в первую очередь продаваться. Ни в коем случае не выкладываться в свободном доступе. Так что в свободном доступе есть нет. Так, еще вопрос насчет Happy English. На нем постоянно апробация висит, и в списке учебников в ГОС он все никак не может появиться. И смород по этому поводу. Списка, не он не может появиться в списке, а списка нет, коллеги, мы бы рады. Но списка учебников, рекомендованных, или как там, в любом случае у нас перечня, нет, перечень учебников. Перечень очень-очень старый, новый перечень, все никак, министр нам нигде не вывесит. Мы все учебники подготовили для экспертизы, так что мы все сделали со своей стороны. Дальше будем ждать, что мы появимся в перечне. Ввели в школе немецкий язык, а второй иностранный язык. Планируют издать титул, вебинары по немецкому языку, как второму иностранному языку. Пока что мы таких вебинаров не планируем, однако мы рассмотрим возможность в рамках именно образовательной деятельности, то есть как платных, возможно, вебинаров. Если у нас будет приглашенный лектор, то мы, если мы будем иметь кого-то в виду, то мы попросим. Но, скорее всего, даже у нас, может быть, будут лекторы по английскому языку, как второму иностранному, а вот по немецкому. Мы тоже рассмотрим этот вариант. Спасибо, что вы написали, чтобы я тоже имела это в виду. Обязательно поговорим с Алексеем Васильевичем, может, он что-то подскажет. Если есть еще вопросы, пишите коллеге, кто не успел что-то спросить. Пожалуйста. Я надеюсь, что приемы все-таки вам какие-то понравились, что-то вы наверняка знали, использовали уже не первый год. Но всегда бывает что-то просто полезно, как-то, да, сделать себе небольшой ревизион, и не самому это в этом во всем, да, читать все эти источники, а просто взять уже что-то готовое, о чем где-то немножечко слышу. Пожалуйста, коллеги, приглашаем вас на семинар 30 ноября. Да, у нас пока что, обратите внимание, там при покупке до 9 ноября, если вы купите себе билет на этот семинар, на 30 ноября, то там цена всего лишь 2000 рублей, да, а дальше цена, если вы посмотрите, да, в описании будет увеличиваться. То есть уже буквально за несколько дней до семинара уже цена будет полная, без скидки, так что лучше успеть купить, пока он со скидкой продается. Так, про тех, у кого была плохая связь. Да, вы смотрели вебинар про абзацы, да, для эссе Алексея Васильевича. Можно ли получить запись? Так, давайте я вам сейчас напишу e-mail нашего коммерческого отдела. Вы напишите им этот вопрос, и они вам дадут на это ответ. Вот на это и мне. shopsobakatitle.ru Про песню у нас, да, Игорь Михайлович проводил. У него завтра вебинар, приходите. Если вам завтра тема подходит. Да, все-таки про связь, да, я не знаю, мы рассмотрим, конечно, возможность, но здесь как решит у нас до руководства, потому что видеозаписи у нас приобретаются отдельно, да, платных вебинаров, да, поэтому лучше все-таки искать место, где вы будете смотреть с хорошим интернетом, да, или просто докупить себе видеозапись. Есть еще вопросы? Пожалуйста, Калинин. Так, как заказать сертификат участника, если вы хотите его печатный, да, если вы хотите печатный сертификат, да, легко и просто, вы берете код для сертификата, который сейчас у вас в чате, да, я еще раз сообщение все вместе скопировала, вставила, нажимаете, да, переходите по ссылке «Получить сертификат здесь», получаете электронный сертификат и высылаете на Connect, то, что сейчас у вас на слайде написано, connect-sobaka-english-church.ru синим цветом электронный адрес, да, чтобы получить на печатный сертификат, вы высылаете свой электронный сертификат и в свободной форме заявку, что вы хотите печатный, плюс свой полный почтовый адрес, чтобы мы знали, куда вам потом сертификат высылать. Вам обратно на ваш e-mail с connect-sobaka-english-church.ru, да, вам придет, мы передадим всю информацию, вам вышлет на ваш e-mail счет на 150 рублей, вы его оплачиваете, мы получаем оплату и высылаем вам сразу же ваш печатный сертификат. Это про печатный сертификат. Как заказать видеозапись? Ой, видеозапись у нас приобрести очень-очень просто. Вы заходите на inglish-church.ru, все там же, где вы регистрируетесь на вебинары, и на inglish-church.ru у нас есть новая вкладочка. Посмотрите, пожалуйста, вкладочка обучения. Вы кликаете на вкладочку обучения и находите там еще вкладочку видеозаписи вебинаров. Сейчас я вам дам ссылочку, да, вот на вкладке обучения. На вкладке обучения есть у нас, когда вы на нее перейдете, вебинары. Вы кликаете на вебинары, расписание вебинаров, синяя такая кнопка. И у вас там видеозаписи прошедших вебинаров. Все вебинары, которые у нас прошли, вру, не все, одного не хватает, но завтра он появится, можно будет его там приобрести. Вы оплачиваете там все элементарно одной кнопочкой, да, оплатить. Так, надеюсь, всем все рассказала. Там же, кстати, коллеги, вы можете посмотреть и курсы повышения квалификации, да, на вкладочке. У нас сейчас два курса повышения квалификации уже можно приобрести на 36 часов и на 16 часов. Если кому-то интересна тема по авторскому праву для учителя английского языка и руководителя языковой школы, то у нас вот курс на 16 часов. И есть курс по обучению рецептивным видом речевой деятельности в преподавании английского языка по ВГОС. Это курс на 36 часов. С удостоверением установленного образца все, да, по ГОС-образцу выдаем. Сколько стоит видеозапись? Видеозапись у нас стоит 199 рублей. Цену можно посмотреть вот здесь. Цена на все видеозаписи одинаковая. Надеюсь, ответила на все вопросы. Броссуемся технически, у нас технического плана. Ну, я надеюсь, что это полезно. Да, коллеги, посмотрите. Ссылочку на семинар уже давали. Да, я все равно еще раз ее тоже вам дам, чтобы если кто-то пропустил, то вы могли посмотреть. Призываю вас все-таки, если вы будете рассматривать возможность в семинаре поучаствовать, успеть его приобрести со скидкой, да, пока он у нас стоит 2000 рублей. Так, там мало видеозаписей. Правильно, потому что видеозаписи платных вебинаров. Платных вебинаров у нас прошло 4, как я и сказала, еще одна видеозапись, четвертая, появится там завтра. Все вебинары у нас проводил Алексей Васильевич. Как сделать подготовку к ЕГЭ по английскому языку коммуникативной. Пишем эффективные абзацы для эссе и как улучшить текст с помощью бесплатных онлайн-инструментов. По Great Ice Breakers, последний вебинар, который был платный, видеозапись, будет доступна для покупки завтра. Да, по семинару ссылочка в чате. У нас участникам вебинаров платных выдается только доступ к самому вебинару и сертификат с указанием лицензии на образовательную деятельность. Вот то, что я сейчас высвечивала, он тоже такой же полный, как вот он на слайде сейчас, вот такой вот сертификат. С настоящей печатью, то есть оплачивая второй раз, вы по сути не оплачиваете второй раз. Вы можете эту видеозапись просто не приобретать. Если вы поучаствовали в тренинге онлайн, вы все у лектора онлайн через час спросили, вы с ним все, что вам нужно обсудили, никуда он у вас, лектор не денется, не отключится, пока у вас на все вопросы вам не ответят. Вот это само живое общение с лектором и по итогам, так как он обучал вас два клинических часа, то выдается сертификат. Видеозапись не предоставляется, потому что она у нас в принципе не предоставляется за эту цену. Поэтому видеозапись, те, кто либо пропустили, либо не знали, что вообще можно будет послушать, вебинар она приобретается отдельно. И не всегда предоставляется видеозапись, так что мы такие не одни, кто видеозапись предоставляет как отдельную все-таки услугу. Кому-то неудобно участвовать в какое-то время, в один, например, в пять. Для них должна быть вот такая услуга, как в принципе видеозапись, просто приобрести доступ к ней. Так что это не как правило, мы уже все это тоже изучили и посмотрели. Коллеги, приглашаем к нашим мероприятиям. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok